Доброе утро, Полтава! Доброе утро! Доброе утро, Полтава! У нас сегодня в гостях Александра Галатченко, актриса нашего Полтавского театра имени Волголя. Да. Сашенька, ты играешь у нас в основном главные роли на спорте? Ну нет, нет, не всегда. Это я в основном попадаю на тебя? Ну, роли разные, драматические, характерные. В детских сказках я играю, например, Шута, очень неожиданно. Шута? В бременских музыкантах, да. Ну, вот, что Саша побывал, что я побывал, и относительно недавно у вас появилась «Остание любовь» Геттимана. Там ты вместе с дочкой даже играешь главные роли, дочь тебя в младшей в возрасте играешь. Да, это спектакль Сергея Павлюка, вот у нас уже готовится третья постановка его. Вот, в честь Дня театра мы показываем полтавчанам премьеру «Мастера Маргарита». Вот, второй спектакль после «Остание любовь» Геттимана он поставил образ «Жебракив», как вы знаете, это мюзикл, вот. А вот третий спектакль, вот. Когда ожидать его? 25-го, 26-го, накануне как раз Дня театра. Саша, ты с самого рождения занимаешься? Ну, не с рождения, но лет с семи, да, где-то так, да. Моя мама играла в молодежном театре, и я, так сказать, выросла на подмозках, именно там заразилась вот этой любовью к театру, вот. И тоже участвовала в спектаклях, играла маленькие роли, когда нужно было... Ну, там были взрослые спектакли, детских спектаклей не было, руководитель был Вячеслав Егорович Бурлак, вот. И там, в принципе, я и заразилась театром, вот. Потом меня занесло в школу искусств на театральное отделение, там я его успешно закончила, но потом уже пыталась поступать в высшее учебное заведение театрально. Сначала это был Киев, но с Киевом не сложилось, хоть мне очень хотелось учиться в Карпенко-Карова, вот. И на следующий год я уже пыталась поступать в Москву, в разные вузы, в несколько сразу, и поступила в итоге в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства. То есть с высшим образованием актриса замечательно. Ну да, то есть по призванию, как хотела в детстве, так и получилось, да. Хотя немногие верили, и даже одноклассники не верили, говорили. Вот через много лет я их встречаю, они говорят, ну как, ты все-таки стала актрисой? Да, я говорю, да, все-таки стала. Предлагали где-то, возможно, на съемках участвовать? Да, да, у нас были кастинги, было бы интересно, конечно, поучаствовать в каких-то действительно кинопроектах. Были предложения рекламы, но реклама это не так интересно. Хотелось бы поучаствовать с ним, то есть... Ну планируешь на будущее, да? Да, да, конечно, конечно. Ну так, аматорские работы только среди друзей. Да, то есть профессионального кинематографа еще не было. Я хочу сказать, почему я помалкиваю. В субботу, да, я всем отчитывался, что был на спектакле, и я, честно говоря, у меня в душе что-то такое. Я рядом. Вы всей моей семье, моей жене, да, тем, кто сидели рядом, все были ошеломлены от увиденного, от того, что происходило, от игры актеров и вашей игры. Настолько все было донесено просто ошеломляюще. У меня один вопрос. Насколько спектакль правдив? Было ли исторически так? Ну, история, вы же знаете, это такая, как бы, да... Ну, сейчас ее можно по разуму кричать. Да, с какой книги смотреть, да. Пьесу написал Анатолий Крым, вот. Есть всего две пьесы про Мазепу. Очень многое мы корректировали, очень многое урезали. Были даже кое-какие споры с неким историком полтавским, не буду говорить фамилию, неважно. Но режиссер сказал так, что он режиссер, он имеет право сделать так, как он видит. Он имеет право изменить или что-то вырезать, или что-то добавить, потому что это режиссер, он имеет право. Но в данный момент этот спектакль единственный на Украине, то есть это эксклюзив. Нигде в другом городе его увидеть невозможно. Он сделан специально для Полтавского театра. Мы его возили уже на фестивале. Очень хорошие оценки мы услышали со стороны критиков, вот, получали даже премии, вот. То есть это эксклюзив. И где, как ни в Полтаве, играть спектакль на такую тему? Я просто, вы знаете, я был ошеломлен тем, что на сцене Полтавского театра я увидел такое зрелище. Наши актеры. Наши актеры. Да, все наши. Меня поразила, есть сцена, есть ведущие актеры, и есть еще подтекст, который видно. И если быть внимательным, да, и смотреть всю сцену, можно увидеть намного больше, чем хотелось бы. Нет, хотелось бы все увидеть, да. Но понимаешь историю страны, вот это все, я, я, у меня подчас даже слов не хватает. Саша, тебе еще надо на остальные спектакли сходить, чтобы ты из остальных жителей так же... Да, вот обязательно на премьеру приходите, это тот же режиссер. Будем стараться. Дело в том, что, ну, скажу честно, я побывал в этот раз, спасибо друзьям, мне помогли, пригласили, все. Но само ощущение, я видел зал, который в конце спектакля все стоя аплодировали, и не хватало слов у всех, чтобы сказать вам просто, ну, это обычным словом говорится, спасибо. Спасибо, спасибо за то, что вы принесли такое. У меня еще один вопрос. Ваша героиня, и там есть сцены, детские годы, часть... Да, да, начало, начало. Девочка играла. Да, это моя дочь, это моя дочь. Это ваша дочь? Да, да, София, да. Так получилось, что во время читки, когда мы начинали застольный период над пьесой, мы прочли первую сцену, и там было со слов ребенка. Я сказала режиссеру, ну, тут же ребенок должен быть, я же не могу играть ребенка. Он говорит, да, действительно. Я говорю, у меня есть дочь, похожая на меня. Я стала показывать ему фотографии, и он сказал, нет, приводите дочь. Мы с ней вечером подготовились, я ей ничего не говорила, просто сказал, нужно будет прочитать тут пару строчек. Вот, и когда она прочла, он сказал, все, оставляем. Это первая роль была сцена, да? Да, это первая, в профессиональном театре это первая роль, то есть, да. Ее ощущения. Ой, она в восторге. Во-первых, она очень концентрируется, собирается. Она артистична у тебя очень. Да, да, да. Во-вторых, она попутешествовала с нами, благодаря тому, что она участвует в этом спектакле. Мы объездили и Кировоград, и Херсон, и Чернигов, и Николаев. То есть, мы показали этот спектакль во многих городах Украины, она ездила с нами, для нее это было вообще просто потрясающее впечатление, как для ребенка. Да, во-первых, единство, коллектив, понимаете, наш. А есть надежда, что вы за границу куда-то поедете? Ну, если пригласят, все зависит от спонсорства, конечно же, да, да. Было бы интересно такую, да. Например, шведам показать такой спектакль, было бы интересно. Кстати. Тем более, там много подтекста этот шведский король. Молча, все время с войсками, он все время по сцене периодически передвигается. Я думаю, это вы тоже аплодировали быстро. Да. Саш, скажи, театр, я тоже на САИ бывала в свое время, знаю, что бывает очень много ляпов во время репетитов. Бывает. Во время спектаклей даже. Спектаклей даже бывает. Расскажи какие-то интересные моменты, такие самые яркие тебе, которые запомнились. Конечно. Ой, ну какой интересный момент вспомнить. Летучая мышь к нам, например, залетела. У нас был спектакль «Останя Любовь Гэтмена». И в первом отделении залетела прямо на сцену летучая мышь. Что же мне было? Некоторые актеры, особенно девочки, у нас боятся летучие мыши. Они там стали визжать, им стали затыкать рот, конечно, что вы действие портите. И, конечно же, она привлекла внимание зрителей полностью. И вот когда у нас была сцена очень интимная, с Мазепой, когда я ему признаюсь любви, она летала прямо над головой. Я не боюсь летучих мышей, как бы она меня не испугнула. Но все внимание зрителей привлекла она. И во втором действии, конечно же, ее выгнали. Она тоже хотела быть актрисой. Да, вы знаете, я подумала, что если бы меня спросили, я бы сказала, да, это так продумано. Это специальная дрессированная летучая мышь, вот как там символ нагнетающейся там вид. Она тематична там была. Да, 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 да. Очень было интересно. Очень много бывает неожиданностей, очень много, конечно, бывает, как ты говоришь, шляпов. Потому что мы все живые люди, монтировщики живые люди, что-то бывает так не прикреплено. Или, например, круг даже заедает. То есть мы зависим от техники, мы зависим от освещения, от звука, от монтировщиков, которые переставляют декорации. Но актерская профессия, она тема интересная, что в себе нужно выкручиваться, быть в тонусе. Чтобы зритель даже не понял, что-то. Вообще, чтобы не понял, не догадывался. Так и должно быть. Да, да. Часто приходится импровизировать. Да, приходится импровизировать, да. Особенно, вот, например, спектакль «Боинг», который мы играем где-то примерно раз в месяц. И в последнее время мы его играем без репетиций. То он играет вообще, он играется у нас на такой вообще эйфории, потому что это все, конечно, адреналин. А чем этот спектакль «Боинг»? Это комедия, комедия положения, Марк Камалетти. Это совершенно другая тема, и спектакль совершенно другой. Он даже без круга у нас, и все происходит в одном и том же месте. Там три стюардессы, главный герой-архитектор, у которого три любовницы-стюардессы. И он пытается ими манипулировать, а потом вся его схема рушится, и в итоге все открывается. Приезжает его друг из провинции французской, Робер, который в эту игру включается очень быстро. И в итоге влюбляется в мою героиню, я играю немецкую стюардессу. И в итоге главный герой получает, в принципе, по заслугам. Но и какую-то мораль из этого спектакля. Такая житейская история. Да, житейская история. Приходите, посмотрите, я там играю характерную роль. Мужчина, который влюбился. А мне интересен вопрос, немного интимный. Целоваться в другой раз приходится? Приходится, приходится. Ну, чаще всего партнер, он хоть на душу вам лежит? Ну, конечно. Вот мне с Василем Голубем очень нравится играть. То есть, Вы, в принципе, неприятия никакого? Нет, я не разница. А если бы попался такой момент, что... Ну, приходится, значит, находить в этом человеке что-то то, что... Вы ищете в нем что-то хорошее для того, чтобы... Ну, нужно оправдать, оправдать свою героиню, конечно. В чем с тобой хорошая актриса? Хорошей игры на сцене? Ну, сначала хорошего актера. Хороший актер должен быть внимательным, быть всегда в тонусе. Мне кажется, развиваться, читать или смотреть фильмы, которые могут ему чему-то научить. Потому что мы, актеры, смотрим фильм не просто как потребитель, а все-таки с профессиональной точки зрения. Мы смотрим немножечко глубже. Как играем? Конечно, конечно, как играем. Вот я, например, не могу спокойно смотреть фильмы, потому что я все время нахожу ляпы. И они мне не дают покоя. То есть для того, чтобы действительно меня... Критик. Уже воспитанный критик. Критик, да. К сожалению, да, да, да. А вам ближе все-таки театральное искусство или кино? Ну, вы знаете, театр удивителен тем, и мне кажется, он никогда не умрет, потому что всегда каждый спектакль неповторимый. Каждый спектакль. Как бы мы ни старались, мы не можем сыграть один и тот же спектакль. Настроение определенное, погода, да что угодно вообще. Зрители, опять же, очень многое зависит от зрителей. Когда пустой зал, это не так приятно. Когда зал заполнен, ты весь трепещешь, ты горишь просто, да, на сцене. Вот. Поэтому театр — это одно, а кино — это другое. Кино — прекрасный вид искусства, но театр, театр, мне кажется, он никогда не умрет, потому что он неповторимый. Я вам скажу честно, что, почему я задал такой вопрос, то, что делаем мы со Светой, оно, в принципе, близко к вашему искусству. Почему? Потому что мы работаем с одного дубля. Да, в прямом деле. Мы всегда. Ну да, ну да. И у нас... Ляпа в куча. Ляпа в куча. Ну да, ну ничего, зато естественно, органично. Это где-то, это... Ну оно не так естественно. Вы правильно сказали это слово. Все должно быть естественно. И когда я прихожу в театр, я крайне редко бываю, к сожалению, в театре. Опять я ошеломлен то, что я увидел. Но все равно я вижу, оно мне как жизнь. Просто вы, когда я поцелую, почему спросил. То есть все равно люди вкладывают в свою душу. Это не то, что раз, два, три, а потом все это ищут, чтобы было нормально. Конечно, конечно, конечно. Ну вот, например, именно к этому партнеру, как вот я себя как актриса настраиваю. Моя героиня создала образ. Так как он ее крестный, с детства она питала к нему очень теплые, нежные чувства. Он ей был как отец родной. То есть может быть даже ближе, чем отец. Мать там очень строгая. Ситуация с матерью тоже до конца не выяснена. В историческом плане, да. Вы знаете, что у них были отношения. Там много вопросов осталось. Да, много вопросов, да. При этом мы еще и много вырезали того, чтобы меньше было вопросов у зрителей. Она представила его рыцарем благородным. Она восторгается его интеллектом, его смелостью, его мужской харизмой. А Мазепа действительно был очень харизматичный мужчина, вы же знаете. Влюблены в него были очень многие. То есть чем-то он брал, да. Я думаю, что это как раз была вот эта мужская... Самое большее, вы знаете, поразила фраза «Она чистая ко мне пришла, чистая и ушла». Да, да. Вообще, я был ошеломлен. Если это действительно правда, вот все-таки взрослый мужчина... Конечно, я думаю, это правда. Уже в таком возрасте, вы же понимаете, что не в этом суть. Когда мужчине уже за 40, он уже ценит что-то другое, да, в отношениях между женщиной. Ну, то есть дружбу, преданность, верность, мудрость какая-то женская. Мне кажется, так и было, потому что мы как раз в сцене говорим о том, что он подал, да, прошение о том, чтобы их повенчали. То есть после венчания он только мог к ней прикоснуться как мужчина. А до этого все-таки он был ее крестный, он к ней относился очень трепетно. И... ну, он действительно, вы знаете, из такой породы, мне кажется, мужчин... Благородный. ...очень благородный, да. Приходилось поднимать какую-то литературу помимо сценаря? Конечно, мы читали книги историков и очень много спорили во время читок, потому что режиссер, который ставил спектакль, он очень интеллектуальный мужчина и действительно он многое копал. Так что он сам из Херсона, он всю эту историю не так глубоко, да, знал про Полтавскую битву. А мы, полтавчане, с детства, да, знаем этот сюжет, вот. То мы, конечно, и спорили, находили в интернете, корректировали пьесу. Хорошо, что драматург дал добро. Он сказал, кромсайте как хотите. Это очень приятно, потому что действительно это дает свободу. Свободу творчества, свободу размышления, вот, это приятно. Часто драматург позволяет такую... Не часто, не часто. Есть драматурги, которые как раз вообще не позволяют и считают, что вот нужно слово в слово. Ну, есть драматурги, которых уже нет в живых. Например, Шекспир, вот, из него вырезать слово, это просто урезать вообще. Это все потерять. Да, потому что у него каждое слово весомо, каждое слово имеет подтекст и второй план. Вот, Теннис и Уильямс, Чехов, это такие драматурги, которые лучше не вырезать, потому что каждое слово неспроста, потому что образы сделаны очень глубоко, очень продумато, характеры, понимаете. Вот мы, когда актеры, придумаем образ, ведь мы придумываем даже биографию, мы придумываем какие-то сюжеты из детства, мы придумываем, что могло повлиять на воспитание вот такой личности. Это очень интересная работа, нужно знать азы психологии. Скажите, вот ваша актерская профессия, вы погружаетесь в тот или иной образ, а в обычной жизни это как-то влияет? Конечно, влияет. Конечно, влияет. Когда я прихожу и постоянно об этом думаю, когда я смотрю на эту тему какие-то фильмы или пытаюсь даже вот на себя примерить эпоху, потому что современные люди ведут себя не так, как люди, да, там, два века назад все-таки. Какие-то ужимки нужно убирать, опять же, следить за речью. Я даже дочь свою настраиваю. Когда ей дарят этого деревянного конника, я говорю, ты понимаешь, что это как айпод вообще, ну, ты понимаешь, что это такой подарок, как, не знаю, там, планшет тебе подарили. Ну, дачные времена вообще. Да, ценности другие, ты понимаешь. Вот я и тоже настраиваюсь, чтобы не было современной интонации, чтобы не было современных ужимок. Это все сложно. Конечно, это влияет на жизнь. Конечно, те люди, которые нас окружают, наверное, это чувствуют. Ну, я вижу, слышу от вас, что происходит полное погружение. Сегодня вы сыграли одну роль, завтра приходится играть другую. Да, да. Как вы перестраиваетесь? Ну, мне нужно сконцентрироваться, действительно, если очень большая роль. Вы с утра к вечеру уже готовитесь или закончился спектакль? Нет, достаточно два часа, за два часа перед спектаклем прийти. Тебе делают прическу, ты гримируешься, ты выкладываешь весь свой реквизит, одеваешь костюм. И вот тогда уже нужно, чтобы тебя никто не отвлекал, не дергал. Стараюсь не отвечать на телефонные звонки, не смотреть там какие-то отвлекающие ролики. Просто концентрироваться. За полчаса до спектакля совершенно не вовремя. Поэтому я стараюсь пригласительные дать заранее. И все, там уже как бы сами решайте. Идете вы, не идете, сели вы, не сели. Не люблю, когда меня дергают. И даже когда я стою за кулисами и готовлюсь к вот этой своей сцене, где она открывает свои чувства в Мазепе, я смотрю сцену, которую ведет Кочубей, я уже настраиваюсь, я уже представляю себя, как она едет на коне, как она хочет ему сразу все выплеснуть. Но так как она воспитанная, она себя сдерживает. И она думает, как бы подвести к этому. Я уже стою и настраиваюсь. Я уже стою и настраиваюсь, когда он разговаривает со своим слугой. Потом приходит Кочубей. Я все эти сцены стою и смотрю. Я люблю смотреть за другими тоже актерами. Например, одна из любимейших моих сцен, когда Петр Меньшиков. Вот я очень люблю за ними наблюдать. Это два шикарных актера. И Любченко, и Чернявский, потрясающие актеры. Кстати, во время репетиции они настолько слаженно вели свои диалоги, что режиссер не то, что не корректировал их, он боялся им помешать. Он просто смотрел и наблюдал вообще. Какие у нас молодцы актеры. Саш, скажи, есть ли у тебя любимые актеры? На нашей украинской, не на украинской? Ну да, Богдан Ступко, наверное, да. Мой любимый актер, потрясающий глубины актер. Честно говоря, в детстве и в юности я не понимал этого актера. Я его понял, когда он уже более зрелым, в возрасте был, когда, не помню название фильма, с молодой женщиной он встретился. Он как-то, как-то при советской власти, его как-то все время какие-то роли у него были плохого человека. А потом, когда я его, конечно, уже зрелым видел, это, конечно, ошеломляющий актер, я преклоняюсь перед этим человеком. Ну и женщина Дороговцева для меня тоже авторитет. Я видела ее на сцене, вот здесь, в театре Гоголя. Я была в восторге, мы к ней подбежали. Вот в таком возрасте она прекрасно до сих пор чувствует себя на сцене. Она так легко ведет вообще спектакль. Мы к ней подбежали, Соня, низко поклонились. И она настолько человек, вы знаете, открытый, искренний, светлый, добрый и простой, если это можно так сказать, что, ну, это потрясающе. Она эпоха, она актриса эпоха, понимаете? И при этом она нас обняла так с Соней и сказала, ой, ну что вы, девочки, так приятно, спасибо. Саша, а часто приходят друзья, дай нам билетик. Приходят, да, часто приходят. А я один из тех персонажей, которые приходят, и говорит, Саша, дай мне билетик. Давайте пореже будем приходить с такими просьбами, все-таки актерам тоже надо кушать. Любимый, возможно, спектакль есть какой-то, который ты выделяешь? Да, есть спектакль, который я несколько раз смотрела, опять же, режиссера Сергея Павлюка. Это вот топор «Ажебракив». Я советую вам сходить на этот спектакль. Это мюзикл, совершенно другая эпоха. Это Лондон, вот, сюжет такой немножечко мафиозный такой. Но мне очень нравится этот спектакль, потому что в нем куча интересных этюдов, режиссерских задумок, красивая картинка. Вот обратите внимание, у этого режиссера всегда красивая картинка. Прям вот завораживает взгляд, интересно рассматривать. Я ни разу не видел спектакль «Останье любовь и катима» со стороны. Хотелось бы посмотреть, конечно же. Да, да, но, к сожалению, я не знаю. Была идея у меня снять на видео, но думаю, что не стоит, потому что видео все равно не передаст. Видео, это не то, снимали. На видео у нас, конечно же, спектакль снимает. Я думаю, все равно же выкорректируют. Да, смотрели, они сохранятся у нас это видео для того, чтобы, если что, восстановить спектакль можно было. По поводу актерского мастерства хотела еще спросить. Актерам надо родиться, либо же все-таки человек, который хочет, но у него нету каких-то задатков, он может стать. Можно, мне кажется, можно развить, конечно же, в себе талант, но, конечно, одаренность играет очень важную роль. Ну, как говорят, 5% таланта, 95% трудолюбия. Я считаю, что все-таки эта формула играет. Потому что, если человек в одну и ту же точку капает каждый день и что-то делает для этого, хотя бы полчаса уделяет, через 5-10 лет он добьется обязательно результатов, и это будут очень-очень высокие результаты. Конечно, трудолюбие. Конечно, если ты одарен, ты гениален, но ты ничего для этого не делаешь, ну, извините. Все-таки трудолюбие. Хорошо. Будем заканчивать. Всем доброго утра. Да, и я еще хотела пригласить зрителей. У нас в апреле будет фестиваль международный. Он проходит практически каждый год фестиваль, посвященный Гоголю, дню рождения Гоголя. И в этом году у нас приедут и гости из Грузии, и будут из других городов спектакли. Я советую всем зрителям, всем полтавчанам прийти, потому что к нам в Полтаву редко приезжают интересные какие-то постановки из других городов. Так вот, это та возможность увидеть что-то новое, необычное. Это фестиваль, это дух фестиваля, опять же. Мы будем показывать, скорее всего, тоже Мастера Маргарита в рамках фестиваля. Я приглашаю всех полтавчан посетить этот фестиваль. Я думаю, Света, нам надо традицию завести с театра, все-таки хотя бы раз в неделю кого-то приглашать. Да, да. И ходить обязательно на спектакли. И все-таки, я вам скажу честно, опять же, последний спектакль меня просто убил. Пятый раз за сегодня. Всем надо ходить. Идите в театр, вы получите действительно истинное удовольствие. Поверьте, что в кино сходить, наверное, дороже будет по нынешним временам. И нынче, кстати, дороже, действительно. И эмоций меньше. Да, а тут же вы актеры. Здесь игра, все. Всем доброго утра, хорошего дня. Хорошего дня, да, несмотря на то, что пасмурно. Да, всего доброго. С весной.